Слава Украине! Привет всем от Полонского! В интернете очередная зрада. Румыния хочет забрать Буковину. Венгрия хочет забрать Закарпатья. Ай-яй-яй, ой-яй-яй-юй-юй. Ну, давайте сразу разберемся, кто там чего хочет забрать и кто о чем заявлял. Сначала по поводу Румынии. Об этом заявил, действительно, такое заявление было, некий Клаудио Терзио. Да, кто это такой? Ну, прежде всего, к Румынскому правительству он никакого отношения не имеет. Этот товарищ, он зам, зам руководителя партии, который называется АУР, А-У-Р, да, и которая находится в очень глубокой, абсолютно маргинальной конторе, которая находится в абсолютной оппозиции. И после следующих выборов с ней тоже никто не будет работать, сколько бы у нее не было, скажем так, прыхильники, и ее где-то электорат оценивается в лучшем случае процентов в 20. Но все остальное, скажем так, весь остальной политический спектр ничего подобного не говорит и, скажем, является абсолютно проевропейским и помогает Украине и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у этой партии шансов попасть в следующее правительство, у них выборы в 25-м году составляет 0 целых и столько же десятых. Поэтому, а эта партия, ну, чем, за счет чего она набирает себе баллы? Все довольно просто. Она отрицает абсолютно все. Вот абсолютно все, что делает правительство, это все неправильно. А вот они, они знают, как правильно, но не скажут. Потому что это большой секрет. То есть, они просто тупо набивают себе очки на отрицании и, ну, на этом все. На этом все. Большинство их избирателей, скорее всего, даже не знает, где Украина находится. Просто потому что, ну, это не, скажем так, это люди, которым не удалось что-то достичь в жизни, люди, у которых что-то пошло в жизни не так, они находятся на дне социальной лестницы и, собственно говоря, голосуют за такую партию, вот как этот Аур. Что-то еще там говорить нет смысла, то есть, никакой позиции, конечно, правительство Румыния это не, и близко даже не означает и, собственно говоря, разговаривать тут особо не о чем. Приблизительно такая же картина и по Венгрии, где подобное заявление делал тоже лидер маргинальной партии, у которой еще меньше голосов, чем у этой. Поэтому, ну, да, там Орбан есть, такой же красавец, правильно, но Орбан, скажем так, он все-таки рисует, пытается рисовать о себе проевропейского и, ну, мы знаем, Орбану цену и так далее, то есть, ничего хорошего о нем сказать нельзя, но он есть таков, каков он есть. Вот сегодня, кстати, его посланец Серта находится в Ужгороде, они там проводят переговоры с Кулебой и Ермаком, окей, хорошо. вот, но опять-таки, никакой официальной позиции вообще эти вот высказывания со стороны Венгров не отражают и понятное дело, что Венгрия никуда лезть, просто-напросто не сможет, да и не будет, вот, как член НАТО и так далее, и так далее. То есть, мы имеем маргинальные партии и там, и там, которые набивают, пытаются набить себе баллы, набить себе очки, отрицают то, что делает правительство. Все, больше о них сказать особенно нечего, потому что власть им светит приблизительно так же, как в Антарктиде джунгли. Вот и все.